Друзья мои, коротенькая видеозарисовочка, как обслужить цепь. Причем делать мы это будем прямо во дворе. Все быстро, просто помоем ее. А вот как смазать и чем смазать, расскажу вам о ноу-хау, которое недавно применил и которым доволен. Так, ну что, мотоцикл поставили в удобное место. Чтобы не свинячить, подстелили картонку. Нам понадобится разрезанная бутылка пластиковая, с которой снят ножиком вверх старая кисть и моющие средства. Это либо керосин, либо солярка. Не понимаю тех, кто говорит, что солярку нельзя мыть, что она там вымывает в сальниках, ничего подобного. Вот моей цепочке 6,5 тысяч километров, и она даже не дошла до состояния, когда ее нужно подтягивать. То есть чувствует себя очень хорошо. Так, солярка, ну тряпочка, понятное дело, дорожный подкат. Очень удобная штука, с собой его ввожу. Сейчас покажу, как работает. Ну, в принципе, и все. Перчатки по желанию. Поехали. 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 Итак, мы закончили марафетить цепь. Насвинячили совсем немножко. Учту это. В следующий раз будет побольше картонка. И вот сюда подложу под ведущую звезду. Тоже капает отсюда. Посмотрите, в каком состоянии теперь у нас цепь, звезда, колесный диск, ось. В общем, все чисто, все здорово. Так, обещал вам рассказать, как же теперь будет смазываться цепь. Купил себе автосмазчик. Вот, прикреплен к маятнику трубопровод. Ну, трубка со специальным холдером, кронштейном. Трубка, если присмотреться, где-то миллиметр не касается звезды. По инструкции я поставил все правильно. И туда будут капать капельки трансмиссионного масла. 80 В90. Так, масло будет вот такое. Гипоидное. Для редукторов. А вот здесь располагается резервуар. Значит, смысл такой. Туда заливается масло где-то грамм сто, наверное. Его хватает очень надолго. И рекомендации такие. Идет дождь, поворачиваем на 180 градусов. Грубо говоря, полкруга. И под давлением масло начинает поступать около трех минут на цепь. Просто капать. Капает потихонечку. Вы едете, все хорошо. Ну, во время движения. Естественно, это нужно делать. Если 150-350 километров по пробегу, то это четверть сектора. То есть, поворачиваем на 90 градусов. Ну, и, соответственно, при заправке тоже на 90 градусов. Вот такие рекомендации. Как говорится, что наступит раньше. Установка достаточно простая. В комплекте есть все. Кстати, вот что это такое. Где я купил и сколько это стоит. Потратил я на установку час. И большая часть времени ушла на то, чтобы снять пластик. И вот этот трубопровод пропустить. Пропустить вот здесь в пластике. Вот он у меня идет. Он даже в одном месте на возвышение идет. Но давление масла в системе позволяет все-таки масло проталкивать. Вот тут у меня все это дело идет. Вот выходит на кожух маятника. В принципе, можно получше облагородить. Она пока у меня в тестовом режиме работает. Вот здесь я потом подтяну получше. Вот. Но, в принципе, я доволен. Очень хорошо все это работает, смазывает. Так что... Ну, в общем, рекомендую. Могу рекомендовать. Про марафечу. И еще сниму ролик, как это будет в окончательном виде все. Ну, собственно, просто нужно навести порядок побольше хомутов. И чтобы эта система надежно была закреплена и не шевелилась. Вот так, друзья мои. Спасибо всем за внимание. Смотрите другие ролики про бажажный МНАТ-400. Как цепь подтянуть. В общем, как поставить дополнительное стекло. Дополнительное стеклышко. Для того, чтобы обдув ветром. Ветер шел мимо вас, как бы мимо шлема. Ну, много всяких ноу-хау. Есть специальный плейлист. Переходите в описание и смотрите. Друзья мои, третий день езжу с системой смазки. Правда, смазывал пока единожды. Запозиционировал трубку, прислонив ее к звезде. По советам подписчиков. Теперь все четко. Даже, видите, прочертилась такая линия. Но лишнее сотрется, и все будет хорошо. То есть трубка у меня сейчас практически касается звезды. Очень хорошо происходит смазка. Вот скептикам показываю. Цепочка смазывается не с одной стороны, а масло равномерно по ней распределяется. Так что все хорошо. Пока полностью доволен, друзья мои. Езжу в городе. Никакая грязь не налипает. Ничего подобного. Буду смазывать при заправке, при дожде. Ну, или каждые там 150 километров. Вот, уже повернул. Как раз, по-моему, вчера. Так. Стрелочка была у меня на 12, сейчас на 3. Ну, соответственно, при заправке на 6 сделаю. Все классно. Доволен. Так, друзья мои. Состояние цепи, состояние системы смазки через 2 недели. Вот, посмотрите. Цепочка. Четенькая, не ржавая, аккуратно смазанная. Я думал, масло как-то будет разбрызгиваться здесь, попадать на ось. В общем, все нормально. Никаких особых загрязнений я не вижу. Вот так спозиционировано. И прекрасно держится масленка, назовем ее так. Видите, даже на звезде прочертила такую линию. Свою линию, как бы, да. Все хорошо. Сделал дополнительную заправку. Ну, вот, каждую заправку поворачиваю на 90 градусов. Вот эту стрелочку. Сейчас она у меня на 12. Уже вот скоро надо будет заправляться. Как раз заправлюсь. Хоп, поворачиваю сюда. Три минутчики идет смазка цепи, пока я еду. Все четенько. Пока, друзья мои, всем доволен. Надо, кстати, будет открыть вот эту крышку. Посмотреть, есть ли там какие-то загрязнения пылевые. Когда густой смазкой смазываешь цепь, то здесь постоянно нарост такой. Ну, вы видели, собственно, когда я чистил цепь. Так что это мы еще проверим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok